Машины с чрезвычайно низкой подвеской не редкость для нашего региона. Заниженные «Лады» и «Жигули» регулярно рассекают по брянским улицам. Их, к тому же, легко узнать по громкой музыке из динамиков, особенно в вечернее или ночное время. Эти люди явно не знакомы с автомобильной культурой. Спиливание пружин, установка низкой подвески, модные сабвуферы, популярный тюнинг среди молодежи. Однако буква закона относится к этому явлению совсем неодобряющим. Молодые люди не понимают, к чему это может привести. Как правило, изменяют конструкцию части, устанавливают двигатель большей мощности, обрезают пружины подвески транспортного средства, устанавливают колеса большего радиуса, чем это предусмотрено конструкцией завода и заготовителя. Кстати, установка сабвуферов в багажное отделение и намеренное снятие глушителя – тоже дело незаконное, и абсолютно все изменения небезопасны. Водители транспортных средств с кустарно измененной конструкцией нередко становятся участниками дорожных транспортных происшествий, в том числе с трагическими последствиями. А вот за эти нарушения предусмотрена особая административная ответственность. Установка на передней части автомобиля фар с красными огнями – лишение прав от 4 до 6 месяцев. Установка специализированных световых мигалок или звуковых сигналов – лишение прав от 12 до 18 месяцев. Установка знака «Инвалид» – штраф 5 тысяч рублей. Установка цветографических схем оперативных служб – лишение прав от 12 до 18 месяцев. Установка цветографической схемы легкового такси – штраф 5 тысяч рублей. За управление транспортным средством, конструкцию которого внесены изменения без разрешения ГИБДД, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. В том случае, если в конструкцию автомобиля внесены изменения, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, то регистрация такого транспортного средства подлежит аннулированию. С начала этого года правоохранители выявили больше 150 случаев управления автомобилями самовольными переделками. Третьих штрафников пришлось регистрацию их машин прекратить. К слову, за повторное нарушение своенравному водителю грозит пересесть со своего авто в кресло маршрутки или такси. Три месяца сесть за руль своего железного друга он не сможет. Татьяна Жукова при содействии пресс-службы ОМВД России по Брянской области. События Брянск.